Типичная ситуация. Человек только переболел, иммунитет ослаблен. Лишний раз посещать поликлинику, конечно, желания нет. Благодаря современным тенденциям обслуживания пациентов, теперь этого можно избежать. Руководитель отделения профилактики Южной поликлиники Заре Матен и другие сотрудники Видновской клинической больницы предлагают своим пациентам перейти на заочное закрытие больничных листов нетрудоспособности. Сейчас листки нетрудоспособности все в электронном формате. Работодатель все получает. В базе РПГУ все подгружается. То есть пациент после того, как закрывает листок нетрудоспособности, номер его не меняется. То есть при открытии, какой номер присвоен, тут и остается. Просто единственное приходит информационное сообщение о том, что листок нетрудоспособности закрыт. То есть пациент находится дома со спокойной душой, что листок нетрудоспособности закрыли и завтра он спокойно выходит к труду. Проект под названием телемедицина в Московской области появился еще до распространения ковида-19. Во время пандемии это нововведение показало свою эффективность. Изначально проект носил исключительно формат консультаций. Возникла какая-то жизненная ситуация у пациента, что ему срочно нужно что-то спросить у врача. Он обращается на портал государственных услуг, регистрируется, заказывает себе консультацию. Потом мы перешли уже на более высокий уровень. Врач мог созвониться со своим коллегой и провести телемедицинскую консультацию врач-врач более высокого уровня по поводу каких-то ситуаций, связанных с пациентом. Воспользоваться услугой закрытия больничного можно в личном кабинете портала госуслуг на приеме у врача через информат или по единому телефону 122. Стоит обратить внимание, что открытие больничных листов по-прежнему проходит исключительно во время очного приема. Юлия Погосян, Александр Логинов, Угосадовская. Видно этого. Юлия Погосян, Александр Логинов, Угосадовская.